думаю многие знают что майнкрафт даже сам по себе довольно нестабильная штука но когда дело доходит до установки модов их мало установить их нужно установить правильно и сделать так чтобы они работали приветствую всех друзья это канал кубачевский меня зовут эндэндена и сегодня видео мы с вами займемся разбором и исправлением наиболее частых ошибок вызванных модами присаживайтесь поудобней смотрите видео внимательней и используйте тайм-коды чтобы найти нужное для себя ну и естественно если видео будет для вас полезным то лайк подписка колокольчик первая ошибка неправильная версия мода это довольно банально но при установке модов на майнкрафт нужно внимательно смотреть какой версии мод на какую версию майнкрафта вы устанавливаете иначе ничего работать не будет то есть даже какой-нибудь один затесавшийся модик в вашей сборке ее крашнет сюда же можно включить случаи когда разработчики сайтов откуда вы скачиваете моды указывают неправильную версию мода то есть вы скачиваете версию одну а получаете другую даже об этом не зная и все это приводит к тому что ваша сборка оказывается не рабочий как же узнать в каком моде дела все это можно узнать с помощью краш репортов обычный лаунчер после краша сам предлагает его открыть либо же вы переходите в корневую папку майнкрафта там ищи папочку краш репорт в ней подать и самый последний файлик кстати для открытия и более удобной работы в подобных файлах я вам порекомендую скачать специальную программу ссылка на которую будет в описании под видео значит самом файле краш репорта нас интересует информация по запуску модов если быть точнее то их статус о том что мод не запустился или запустился как-то неправильно можно узнать по приписанной букве е что-то типа эрор значит вы находите эту строку и понимаете что дело именно в этом моде проблема номер 2 несовместимость определенных модов так может случиться что какие-то моды из вашей сборки из-за своей особенности в коде несовместимы с другими модами тут кажется все банально просто взять удалить эти моды и проблема будет решена но во первых как найти эти самые проблемные моды а все с помощью того же краш репорта открываем файл краш репорта с помощью удобной программы ссылка на которую есть в описании и здесь ищем строку с информации по запуску модов в статусе какого мода будет приписано буковка е тут и является неисправным ну дальше вроде бы все просто но у некоторых возникает вопрос что делать в том случае если вы мод хотите оставить а вариант 1 неисправным может быть не мод а конкретный файл который находится на вашем компьютере то есть либо вы скачали мод откуда-то не оттуда либо данная версия мода является какой-то косячной и значит в данном случае вам необходимо зайти на сайт forge и поискать другую версию вашего мода и уже с ней пытаться что-то как-то запускать вариант 2 найти в вашей сборке мод с которым конфликтуют мод который вы хотите оставить и уже его удалить вариант 3 найти аналог вашему моду вероятно что существует такой же мод который добавляет подобное поищите и вы возможно найдете и его просто замените ошибка номер 3 накопление конфиговых или файлов с данными за долгое время игры в майнкрафт за долгое время создания различных сборок у вас в корневой папке майнкрафта накапливается множество файлов каждый мод создает свои файлы и со временем это приводит к тому что ваш майнкрафт начинает крашиться и вы просто не будете понимать в чем же проблема а понять что вы столкнулись с данной проблемой можно попробовав запустить майнкрафт без модов то есть один forge и у боже майнкрафт у вас будет также крашиться и значит чтобы решить данную проблему вам необходимо переустановить файлы майнкрафта то есть вы сохраняете все необходимые вам файлы моды текстурой и все в этом духе и все остальное удаляете и после все должно заработать ошибка номер четыре нехватка ресурсов для майнкрафта здесь надеюсь должно быть все более менее понятно если у вас слабый компьютер то он физически не сможет вывести более серьезную сборку хотя дело здесь может быть в оптимизации launch raw но и в выделении оперативной памяти майнкрафта кстати данный способ его может даже и помочь я про выделения оперативной памяти майнкрафту эту оперативную память можно выделить в настройках лаунчера через которые вы играете и кстати также стоит попробовать выделить память самой java это можно сделать через панель управления программы и там java там будет необходимо вписать специальную строку параметров, которую я оставлю в описании под видео, а вы уже под себя как-то пропишите, сколько вы выделяете. Ну и на крайний случай взять да обновить свой компьютер. Хотя в наших реалиях это выйдет довольно дорого. Ошибка номер 5. Совмещение Forge и Fabric. В чем проблема, в чем беда, а дело все в том, что Forge и Fabric несовместимы, как бы вы ни пытались. И даже здесь я предложу вам какое-то решение. Вариант первый – не пытаться совмещать. Вариант второй – найти аналог фабричному либо Forge моду и уже его заменить. Ну и третий вариант – использовать сборки по отдельности. Предпоследняя ошибка на сегодня – это обновление версии Forge и Java. Я надеюсь, что все понимают, что моды не работают без Forge, а Forge не работает без Java. И если что-то имеет устаревшую либо нерабочую версию, то сборка ваша не запустится. Следите за актуальностью в версии Forge и Java и вовремя их обновляйте. Я в описании оставлю ссылки на сайты, где все это можно скачать и обновить. Ошибка номер 7. Forge не может самостоятельно скачать нужные ему библиотеки. Да, это не столь популярная проблема, но у некоторых товарищей встречается. Значит, чтобы ее устранить. Вариант первый – взять и попробовать переустановить Forge. Возможно, проблема устранится. Если не помогло, то второй вариант – это проделать некоторые манипуляции, чтобы помочь Forge скачать нужные ему библиотеки. В описании под видео оставлю ссылку, откуда можно скачать архив с нужными библиотеками. Вы его скачиваете. И дальше раскидываем библиотеки по папкам. Переходим в корневую папку Майнкрафта и дальше следуем по такому пути – library.org.skala.lang. И раскидываем скачанные файлы по папкам. Файл скалокомпиллер кидаем в папку скалокомпиллер, а файл library кидаем в папку library. Надеюсь, ничего трудного нету и вы поймете. Если что, смотрите внимательно, что я делаю и повторяйте за мной. Вот и все, ребятки. Мы с вами порешали множество актуальных проблем, которые у многих возникают, и на этом, пожалуй, будем заканчивать. Но если же вдруг у вас все же осталась какая-то нерешенная проблема, то обязательно пишите о ней в комментарии, ведь комментарии мы все читаем и всем помогаем. И также, если найдутся новые, реально стоящие проблемы, о которых стоит рассказать всем, то в ближайшее время мы выпустим новое, более полноценное видео, в котором расскажем о решении подобных проблем. Ну что ж, если видео было для вас полезным, то я вас попрошу поставить на него лайк. Также подписаться к нам на канал, прожать колокольчик. Ну а пока я с вами прощаюсь, у микрофона был Эндэндэна, всем до скорого!